Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с ним в различные адроид-игрушки и возвращаемся в Генши... ээээ... в Mortal Kombat Mobile! Вот, и, собственно, у нас будет сегодня прохождение Скорпиона Хэнзу Хазаши на максимальном уровне сложности. Ну, испытания на Скорпиона. Золотые алмазные персы, кончи Саб-Зиро и мастера единоборств. Ну, давайте начнём, я думаю, за Шаукана играть. Эээ... так, подожди. То есть, Куан-Чи и... да. Давайте, я возьму для начала команду чисто, чтобы по-быстрому зарашить. Так, Бог Солнца и ещё нам потребуется, ну, допустим, тот же Города, для увеличения урона. Также бы я взял Молот Гнева и различные другие шмотки. Давайте Молот, давайте Крововый Томагавк, давайте Шлем, давайте Клыки Дракона. Ну и поехали. Меня, в принципе, устраивает. Идём с вами сразу на 25-й бой, потому что нам надо проходить 25-й бой. Как бы, да. Поэтому пока скипнём с вами различные бои. Так, с... ещё один скип. И ещё скип. Ну, короче, идём вот таким образом до 25-го боя. Ээээ... там быстренько завалим босса. Также повторим со следующими двумя башнями. И после этого будем уже полностью проходить, соответственно, четвёртую и пятую башни. Так, окей. Господи, как же мне трезвонят! О, нет, почему всегда, когда я начинаю записывать, начинает тот отрезвонить мне на телефон? Я просто задолбался уже. Если человек не берёт телефон, зачем постоянно ему названивать? Я вот этого не понимаю. Либо не к персонажу, по времени, окей. Ну, а я предусмотрительно, конечно, телефон перед записью в 95% случаев просто убираю из комнаты в какую-то другую комнату. Я как бы его слышу издалека, но чтобы вам не мешать, вы не слышите. Так, ну поехали. Просто рентген. Пропускаем анимацию, она нам особо не интересна. Внешний мир, урон, окей. 327 тысяч урона, моё почтение. Очень такой, знаете, неплохой урон шалкана с персами. Так, ну и теперь нам нужно будет создать команду из Куан-Чи и Саб-Зиро, да, вроде бы. Да, Куан-Чи или Саб-Зиро. Так, открываем бесполезный набор. Давай, 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 анимация, быстрее проигрывайся. А мы с вами идём на, получается, вторую башню. Берём Куан-Чи, берём Саб-Зиро. Но в основном нам придётся взять, конечно, Саб-Зиро и одного Куана. Так, Саб-Зиро МК-11 в качестве основного. Так же бы я хотел взять, кто там у нас следующий по силе, какой Саб-Зир. Я уж чё-то не помню. Да, вот вроде бы Алмазный тоже. И, допустим, Куан-Чи, Чернокнижник, да. Опять же, будем сейчас скипать вот эти вот бои. Самое, по сути, скучное воспитание, это вот когда ты сидишь и так вот пропускаешь по одному бою. И это ещё и время занимает. Но я специально записываю вот, как я скипаю бои, чтобы те, кому интересно, какие будут противники, какие будут ограничения в боях с противниками, чтобы они могли посмотреть и для себя решить, смогут ли они пройти эту башню. Поэтому, по большей части, именно это и записываю. Тем более, что от обновления к обновлению немножко требования могут изменяться. Точнее, даже не то, что от обновления к обновлению, а вот, как сказать, от испытания к испытанию. То есть, допустим, в один раз испытание на Ханзу Хазаши имеет такие требования, а в следующий раз, допустим, когда снова будет проходить, допустим, испытание на Ханзу Хазаши, разработчики могут немножко поменять и противника в башнях, и могут поменять также, это как оно называется. Требования для прохождения башен тоже могут поменять. Допустим, будет не Сабзиро и Кончи, а кто-нибудь ещё. Такое иногда просто бывало, я уже это замечал. Поэтому, да. Так, ну вот, собственно, мы на финишной прямой. Сейчас будем проходить с вами 25-й бой. 144 тысячи здоровья. Ну, знаете, немало так нормальные такие характеристики у противника. Потихоньку босса у нас становится сильнее. Интересно, может ли он использовать рентген-атаку? Я чё-то не припомню этого. Ну, так или иначе, мы просто юзаем здесь второй спецприём. Это Саба целиться даже не надо, не знаю, чё я там выцеливаю, чё-то там думаю. Просто фигачи, как говорится, наугад и всё. Всё равно урона у Сабыча очень много, даже без скритов он легко разваливает вторым спецприёмом Ханзо. Без скритов, без смертельных ударов. Да-да-да-да-да-да, души это понятно. Давайте дальше пойдём. Здесь у нас только мастера единоборств. Нужно взять лучше мастеров единоборств. Так, ну, лучшие мастера единоборств у нас это Скорпион в первую очередь. Во вторую и в третью я даже не знаю кто. Ну, давайте возьмём Джеки, давайте возьмём... Блин, Саб-Зеру здесь не должен быть, у него просто, видимо, стоит этот. А, впрочем, неважно. Я даже не знаю, можно усилить, в принципе, таким вот образом. Сейчас покажу. То есть взять, допустим, Кудзиня, взять Скорпиона-Ниндзюца и на Скорпа надеть Кравовый Тамагавк, Молот Гнева и так далее, чтобы усилить его урон. То есть, делаем следующим образом. Вот так, затем... Вот так, затем... Так, где эти Клыки Дракона? Вот они. И, соответственно, мне ещё нужен Кравовый Тамагавк. Я его чё-то пропустил? Можно было и Скорпиона-Порождение Ада, конечно, поставить сюда. Но тут разницы, на самом деле, никакой. Потому что, в любом случае, максимальное количество сил у Скорпиона — это три шкалы. Просто Скорпион-Порождение Ада, он тоже добавляет силу мастерам единоборств в количестве полутора шкал, но при этом он ещё даёт другие бонусы. Там чё-то повышение крита или понижение крита для противника, я точно не помню. Так, ну сейчас скипаем, короче, последнюю башню, а во следующую башню нам придётся с вами проходить. Поэтому это последняя голда, которую мы тратим с вами сегодня на скипы. Мы выйдем, конечно, за рамки 10 миллионов, и вряд ли успеем накопить снова эти 10 миллионов к концу прохождения нашего. Потому что сейчас уже очень много голды будет тратиться на скипы, особенно после какого-то там 18-го или 20-го боя будет уже по 20-25 тысяч тратиться. По-моему, после 20-го, да? Нет, не после 20-го, видимо, ещё позже. Да, после 21-го по 21 тысяче. А начиная после, по-моему, 27-го или 25-го уже будет по 25 тысяч. То есть плюс по голде мы вряд ли выйдем даже к концу прохождения, ибо мы очень много голды потратим. Не в плюс точнее, а в плюс 10к. То есть до 10к мы, скорее всего, не нафармим себе голду. Даже за 60 пройденных боёв в 4-й и в 5-й башне. Вот видите, уже по 24 идёт тысячи. Ну и идём с вами на босса. В итоге мы потратили ещё где-то 450 тысяч по итогу. Или 350 за чисто скип одной башни. Ну это самая дорогая башня из всех испытаний по пропускам за золото. По пропускам за золото. Так, ну давайте здесь мы просто жахнем рентгеном и не будем особо париться. Всё, до свидания. Как бы 298 тысяч урона. Это, конечно, не шоукан с 320 с чем-то тысячами. Но у нас здесь как бы и не стоит гора, который бы давал ещё дополнительный урон. Так было бы ещё больше урона, чем у шоукана от рентген-атаки. От фото-блоу точнее. Ну а мы переходим к вами с вами к полному прохождению 4-й башни. Только получим сейчас наборок перса. Я бы хотел рептилию ловкого. Но мне выпадает Кану. Окей. Так, Ильнач, 30 душ. В вашем отряде должны быть только мастера единоборств. Поехали. Заходим непосредственно в эту башенку. И начнём составлять себе команды чисто из мастеров единоборств. Ну я не знаю даже, кто здесь будет у нас. Но триборгов я не хочу брать. Саб-зиро мне понадобится. Поэтому... Так, Скорпион 1, Кенши 2, Скорпион Ханзу 3, Тремор 4. Мне нужны ещё два перса. Именно они должны быть мастерами единоборств при этом. Ну давайте возьмём Люкана для начала. Я даже... Не хотел брать снарягу, но потом подумал, может пригодится. Так, и мне не нужны фильтры. Сейчас на персов серебряных и бронзовых. Так, возьмём Нуба. Возьмём также с вами какого-нибудь там, я не знаю. А где у нас Смоук? Я что-то его не вижу. А, вот он. Возьмём Нубу, возьмём Смоука. Да, и немножко ещё наденем снаряги на Люкана. Так, ну, единственное, что нужно здесь заменить, это буквально... Перчатку силы на молот гнева. Остальное меня, в принципе, всё устраивает. Ну и поехали в первые пять боёв. Первые пять боёв, наверное, отыграем за Люкана и за Сектора, я думаю. Сектор достаточно быстрый, можешь за него достаточно быстренько пройти башню. Главное, случайно Саб-Зиро какого-нибудь не взять себе в отряд. Потому что они нам пригодятся в последней башне. Минус один. Давайте второй спецприём здесь используем. На, получай тебе особый добивающий. Ну и добиваем так. Через Бруталити у нас маловероятно, что будет получаться заканчивать бои, но так тоже неплохо. Так же мы пассивно выполняем с вами ежедневные всякие задания. Так, поехали дальше. Так, поехали. Файт так файт. О, особый добивающий сработал сразу ваншот противника. Это замечательно. Ну, начинается, начинается. Так. Блин, опять не получилось забруталить, потому что слишком быстро добиваю противников. Много урона от Люкана проходит. Так. Получаем с вами награду. Видимо, нет. Но тут за все бои будут награды, видимо, нет. Поэтому чего-то большего ожидать не стоит. Вряд ли мы сможем, конечно, с вами накопить 230 тысяч за прохождение чисто двух башен. Но тысяч, я думаю, 100-110 мы накопим. То есть, все равно мы уйдем с вами не в плюс, но хотя бы не в такой жесткий минус. Так, поехали дальше. Так, хорошо. Первый раз в Саб-Зиру воскрес. Как же ему претно то, что пробой блока у меня не работает. Минус ловки рептилия. Давайте здесь используем второй. Да, я бруталити не завершу. Не совершу, но при этом не буду получать тычки от Кентару. Да-да-да, поехали дальше. Так, следующий бой Токеда, Комбат Кап и Девора. Окей. Так. 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 Так, ну поехали. Блин, обожаю, когда срабатывает вот особый добивающий. Он очень много урона просто наносит. Видите? Блин, я даже блок не успел поставить из-за пролага. Так, хорошо. Блин, опять через бруталку не удалось закончить. Слишком много урона. Ещё вот этот огонь, который я накладываю на противника, тоже истощает здоровье с течением времени. Из-за этого у меня ещё меньше шансов на бруталите остаётся. Ну, в принципе, ничего такого. Ну, конечно, забавно, что разработчики, они, как сказать-то, добавили бруталити на Рейна в башнях. Но при этом самого Рейна они даже паков не добавили за всё это время. То есть, какой смысл в бруталите, если персонаж, которого можно получить с бруталити, он чисто донатный. То есть, его никак нельзя получить, пока бесплатно. Но, вроде бы, я слышал по слухам, но это не точно, что с башни может выпасть, как алмаз, как Рейна МК-11. Потому что кто-то говорил, что ему упало. Но, опять же, это не проверенная инфа. Ой, блин, мне придётся сейчас, короче, играть за нуба классического и за этого, за смоука. А нуб у нас нулевого слияния, он особо дамажить Соню не будет. Мне, кстати, надо посмотреть вообще его второй спецприём. Там он пробивание блока делает или нет, это я не помню. Серьёзно, у него бесконечный спам спецприёма 2 идёт? А я вот не знал это. Господи, у них ещё и повышенный набор силы при этом, при всём. Урон, знаете, неплохой. Ус, смоука уже на таком уровне. Так, ну и давайте добьём Соню. Так и не дали мы использовать и рентген. Это хорошо, а то бы она убила смоука рентгена. Потому что на нём никакой снаряги пока не стоит у меня. Ну, блин, дурацкая Соня, конечно, выключила у меня люка на избоя. Пришлось за смоука и нуба отыгрывать. Ну, кстати, прикольно, что у смоука... Ой, у нуба Сайба-то у него бесконечная крутка второго спецприёма. Приёма, это прикольно. Так, возьмём Ронина, возьмём нуба. Ой, классического Рейдена. А, не, подождите, я хочу другого персонажа взять. Сейчас я Рейдена пока заменю на Тремора. Потому что у меня Тремору надо подвиги прокачивать. И также мы возьмём с вами в качестве дамагера. Пусть будет вот... Так, ну у нас будет Скорпион, у нас будет костюм, Ронин, Ханзо, Тремор. Не, мы не будем использовать костюм Джеки Брикс, нафиг я. Будем использовать Тремора с Абзир, ой, этого, Скорпиона и так далее. Так, ну давайте здесь я возьму по стандарту. Чё-нибудь, знаете, такое попроще. Всё, меня более чем устраивает данная сборка. Поэтому поехали в следующие пять боёв. Так, победить пока времени истекло. Опять только ограничения по времени. Тут, в принципе, ничего сложного. Критические удары, правда, не работают у нас против Кенша. Ну ладно. Начинается, начинается. Блин, эти пролаги, конечно, бесячие. Я не помню, у него добивает второй спецприём, если улетает в блок или нет. Да, добивает, хорошо. Кстати, Триборги сейчас сломаны. А именно сломан именно Триборг, как минимум. Но, по-моему, там даже несколько Триборгов сломаны. Но я точно заметил, что сломан Триборг Смоук. То есть Триборги теперь не истощают в команде с Смоуком. И сам Смоук тоже не истощает своим первым спецприёмом. То есть разработчики опять в новой обнове, опять обосрались. И выпустили перца. В общем, сломали персонажа очередного. Я ещё за многих других перцов не играл. Может быть, если бы я стал играть ещё за других перцов, я бы понял, что кто-то ещё сломан из персонажей. Благо, хотя бы вроде бы не сломана пассивка у Сайрокса из Триборгов. Нифига себе урона, конечно, жесть. Так, добиваем. Блин, я её не добью, скорее всего, через блок. Ну да. Ну ладно, тогда чисто с кулака можно добить. Ну ладно, хотя бы Сектор поджигает. Я ещё думал, может быть сломан Саб-Зиро Триборг. Но заморозка у него точно работает с особого добивающего комбо-удара. Но вот насчёт его морозилки я не уверен. Потому что я сегодня играл им выжившим. Я вообще играл за трёх Триборгов. Еле прошёл 12 боёв, потому что, как я и говорил, истощение у Смоука не работало. Я как раз взял его себе в команду. Именно поэтому я и узнал, собственно, что он сломан. Ну что за все бои у меня ни разу противники не истощились через Смоука. И ещё я заметил, что на противниках либо очень редко была морозилка, либо её не было вообще. То есть, возможно, даже Саб-Зиро Триборг тоже сломан в этом плане. Но это я точно не помню, поэтому утверждать на все 100% не буду. Так, ну тут ваншот. Блин, какой же ты быстрый, а! Ну и здесь особо можно не целиться, даже спиц с приёмами. Потому что если я попадаю вне блока, то это ваншот в любом случае. Так, получаем с вами три куска. Нормалёк. Нормально! Нормалёк! Так, и выдвигаемся в бой номер 9. Ой, тут уже алмазный люкан идёт. Так рано. Так. 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 Ну поехали. Разберёмся с вами с Джонни Кейджем. Так, давай сюда. Ой, ну начинается. Да, и сразу же через первый спецприём только накопил, сразу его использовал. Блин, а против него огонь же фиговый от смолка, да? Из-за того, что люкан... Как его огненный... Блин, люкан классический, хилится от огня. Поэтому любой эффект огня на него фигово работает в этом плане. Он наоборот даёт ему только восстановление силы и здоровья. Так, и двигаем на последний бой за... Сектора. 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 А потом уже будем менять команду на следующую. Сектора. О, Сабыч. Классика. Здравствуйте. Он немножко толстоват, этот Сабзиро классический. Тут у нас ещё ограничение, как я понимаю, на постепенный урон. Блин, они как только накапливают спецприём, они сразу же его используют. Мало приятного, конечно, в этом. Я даже сам не буду использовать спецприём, потому что мне кажется, что... Гораздо быстрее будет просто затыкать базовыми атаками противника, чем юзай спецприёмы. Да, здесь победка. Ну и давайте мы заменим снова отряд, поставим себе других немножко персонажей и продолжим проходить с вами эту башенку. Так, ну поехали играть теперь за Трамора. Я ему, в принципе, то же самое поставил, то есть револьверы, шлем и штык. Блин, у меня грузовики под окнами ездят, шумят. Закрывать окно в плюс 30 градусов, это самоубийство, я тут сварюсь просто. Так, поехали. Кану первым идёт. Желательно его, конечно, по возможности убить одним комбо. Но немножко не получится это сделать. Хотя, в принципе, из-за второй комбо более-менее. Господи, эти пролаги, конечно. Что-то вроде бы Эрн Блэк как-то помог, а вроде бы как-то и не помог. Толком. Офигеть, каждый удар был критическим, я нанёс там просто тонну урона. Кстати, я там не 100% набил в мини-игре на Траморе в конце матча, это потому что я просто раньше отпустил пальцы. От экрана. Поэтому у меня 100% урон ушёл на 86 или что-то в этом духе. Ну, на самом деле, там было и неважно особенно набивать 100%, потому что... Ну, я видел, что спецприём пошёл уже вне блока противника, значит, что даже если бы я набил 0% доп. урона, я бы всё равно противника добил. Чисто за счёт критов, за счёт огромного урона по незащищённым противникам, за счёт штыка и так далее. Так, против нас Гора. Вот Гора неприятный противник, если он не пробьётся. Да, ну он пробился, хорошо. Но вот даже, несмотря на то, что он и пробился, после этого он меня легко как бы перебил мою атаку следующую. Ну, а Кунлау круглой тени. Сразу добиваем. Ну и здесь уже Люкану можно зарашить чисто через первый спецприём. Можно было, конечно, понадеяться на то, что его базовой атакой добьём, но шанс этого не очень высокий, потому что у Тремора не так, чтобы длинные серии атак в спецприёмах, в комбинациях атак. Продолжение следует... Так, ну поехали разбираться с следующим отрядом. Сразу минус. Добиваем. Отлично. Ну а ещё, ещё это Эрона урона прилетело. Выходит против нас Шинок. Блин, не пробился его блок, к сожалению. Ну, смотрите-ка, он пробился через пассивную способность Тремора. То есть у него прикол в том, что персонажем из преисподней, Шинок у нас является персонажем из преисподней, с 30% вероятностью пробой блока совершается по таким персонажам. Продолжение следует... Как же жарко. Ладно, идём дальше. Давайте Соню сразу задамажим. О, нормальный сочный урон. Так, блокируемся. Нифига себе, это чё было такой, Ермак? Блин, ещё и не добился, главное, так долго. А можно метку смерти, пожалуйста? Спасибо. Ну всё, и второй спецприём, он не блокируемый. Нет, первая вот часть блокируемая, но вторая уже пробивает блок, и от неё невозможно защититься. Есть просто такие персонажи, у которых именно вторая часть спецприёма неблокируемая, а первая блокируется. То есть с таким персонажем ещё можно отнести, там, Рейдена классического. Чё ещё? Я просто всех не помню. Так, Ханзо Хазаши, вот тот же Тремор. Кто ещё? У кого ещё вторая часть спецприёма неблокируемая? Надо вспомнить. Я помню, что точно таких персов около пяти штук минимум, но я не помню именно самих их. Это надо вспоминать, прокручивать в голове каждый спецприём каждого персонажа и понимать, какой из них неблокируемый. Ну, именно вторая часть этого спецприёма. Так, хорошо, пробил блок уже неплохо. Господи, какие они быстрые иногда бывают, это жесть. Не-не-не, иди нафиг. Так, и используем первый спецприём. Мне кажется, что противники как-то отхилились. По-моему, они как-то восстановили здоровье. Вполне возможно, тут было ограничение на вампиризм у противников. То есть, атакуя меня, они восстанавливают себе здоровье в процентном соотношении от нанесённого ими урона. Так, ну давайте мы ещё нового перса поставим сейчас какого-нибудь. Я возьму здесь... Да, я возьму, наверное, Шаолинь Кудзиня, потому что у меня, если что, есть на последний бой Скорпиум Порождение Ада. И возьмём с вами Джейд. А в качестве основного дамагера у нас пойдёт с вами сейчас Ханзо. Ханзо отличный будет пушер в этом плане. Да и на самом деле, вот я по нему немножко соскучился. Да, у него это странное снаряжение стоит. Это не обращайте внимания. Это я просто проверял, работает ли после обновы. Когда-то там давным-давно проверял, работает ли после обновы бруталити на золотых персов. Но, естественно, нет. Но, типа, проверить не помешало, так сказать. На всякий случай. Так, ну и мы, в принципе, идём с вами на первый бой. Да, поехали. Ханзо у нас отличный пушер. У него очень быстрые и практически непрерываемые атаки. Поэтому... Так, ну поехали. Против нас с вами Кенши... Старший бог. Можно, я думаю, сразу его задамажить. Ну как задамажить, убить просто. Ну да, пассивку Рейдена я не могу никак завыедить, к сожалению. О, у него анимацию ускорили втыкание противника Катаны. То есть, видимо, сейчас он уже не такой пушер именно поэтому. Потому что очень быстро происходит анимация, и ты не можешь в следующем комбо сразу попасть по противнику. Блин, отстойно. Это значит, они и Ханзо ослабили. Не только Скорпион МК-11, но ещё и Ханзо. Из-за этого, видите, он очень долго справлялся в этом бою. Просто раньше анимация была более медленной, и Ханзо мог крутить бесконечно базовые атаки. Сейчас ты просто мажешь следующей атакой, и нужно выдерживать тайминг, чтобы попасть. Я вообще не понимаю, зачем разработчики сначала делают каких-то, знаете, вот персонажей с непрерываемыми атаками, а потом это фиксят через несколько месяцев. Я фиг его знает. Когда уже все привыкли, когда всем уже удобно как-то играть за этих персов. Причём бафают самих персов они крайне редко. И бафают в основном и так сильных персонажей. То есть, допустим, был баф Скорпиона Классического с его убийством с первого спецприема, как и всех других Скорпионов. В итоге они сделали и так сильного, одного из самых сильных золотых персонажей ещё сильнее. А сейчас зачем-то понерфили бедного Ханзо, за которого никто практически не играет. И этого, как его... И Скорпиона МК-11. Но, правда, нерв Скорпиона МК-11 у них всегда, как всегда, получился охреновый, потому что до сих пор можно спамить первыми спецприёмами за Скорпа. Единственное, только нельзя теперь зажимать около стены. Но в остальном, как бы, опять всё так же можно крутить первый спецприём бесконечно. Именно за этот счёт я и прошёл башню без снаряги. Я просто на боссах бесконечно крутил первый спецприём, за счёт чего достаточно просто удалось их одолеть. Так, ну поехали. Сразу используя первый, туда же целиться особо не надо, потому что... Вот, видите, вот этот удар, как бы, такой же нормальный остался, как и был. А вот этот вот, он ускорился. Из-за этого ты мажешь. Ну и добиваем уже Токеду. Надо привыкать к новой механике Скорпиона, то есть придумывать какие-то другие комбо для него. Случайно шторку выдвинул. Так, хорошо. Следующий бой за Ханзо. Поехали. Ещё два боя за Ханзо, потом будем переходить к другим персам. Так, хорошо. И так же, в общем, мы не будем переходить к другому. Я не буду переходить к другому. Вот, есть. Так, ну поехали Сразу добиваем Кун Лао первый раз Добиваем его второй раз Выходит Кенше Господи, вот с этими пролагами Это просто капец Я из-за этого постоянно пропускаю удары Из-за этих пролагов С этим новым багом Который, блин, добавился после обновы Так, используем первый Ну и добиваем Кун Чи Ну хотя, стоит отдать разработчикам Должное за усиление Джакса Круготени и Саб-Зиро Круготени Правда, от этого за них все равно Ненамного больше людей стало играть То есть, хоть и персонажи стали гораздо сильнее У них более стали крутые комбо Но при этом им не добавили Какую-то статы Не добавили То есть, у них не стало больше здоровья Или атаки Им не добавили Какого-то, я не знаю Там, убер-мега С эффективной способности Которая позволяла бы им Так же, как, допустим Там уже Скорпиону Крутить спецприемы Поэтому из-за этого все равно Есть куча альтернатив Ибо персонажей Круготени 6 штук И обычно люди не включают Среди этих персонажей Саб-Зиро и Джакса Конечно, да Их можно теперь встретить Чуть чаще, чем раньше Но я бы не сказал Что прям вот Намного-намного чаще Офигеть Как ты успел Второй спецприем Так быстро накопить, братан? Тут, наверное, ограничение На Ускоренное накопление силы Это ваншот, как обычно Ну и здесь добиваем Противника через второй Я особо целиться не стал Потому что вижу, что уже Спецприем 2 прилетел Не в блок противнику Поэтому забил уже на прицеливание Так, давайте возьмем здесь награду Это, видимо, был 20-й бой Потому что у них очень много силы было Скорее всего, у них было Повышенное ее накопление Да, и нам нужно заменить Сейчас новый отряд Так, ну собрал я новый отряд, собственно А мы отправляемся с вами на 25-й бой Кенши я добавил Всю ту же снарягу, что и Скорпиону Только четвертым слотом Еще поставил Молот Гнева А так, те же самые револьверы Штык и шлем Шаукана Катана на Кенши Достаточно бесполезна В любом режиме, кроме воин фракций Потому что она именно дает бонус к атаке Только в режиме воин фракций А в остальном она там рентген усиливает Это вообще бесполезный достаточно бонус Потому что никогда, блин За матч в испытании Не успеешь накопить рентген Поэтому я так чисто урон просто усилил К сожалению, не получится у меня здесь никак метку смерти поставить на противника Придется его три раза просто добивать Кенши Ронин Один из самых дамажных персонажей в игре Он спецприемами может наносить бешеное количество урона По-моему, его может обогнать по урону Разве что какой-нибудь Люкан классический Да У него тоже очень много урона от второго спецприема Но мало кто вообще его может обогнать Может быть при определенном усилении Как-то там Кожаное лицо Со всеми своими супер-мега-бафами Может быть Кто еще там есть у нас Какой-нибудь Рейден и Джастис 2 При определенном, опять же, усилении Ну вот так, по сути, по пальцам одной руки Можно считать персонажей Которые теоретически могут нанести больше урона Но это, опять же, надо проверять Потому что Могут нанести, а могут не нанести А так он является Самым практически сильным персонажем по урону второго спецприема Вот посмотрите 350 тысяч без десятого слияния на Кенши Без китаны в отряде, который увеличивает урон Ронина Без каких-то других персонажей Которые усиливают урон от критов и смертельных ударов Без особой снаряги на увеличение урона от смертельных Без пассивного усиления Когда у него руки таким загораются светом Синим Когда он блокирует спецприем Также без предметов на усиление второго спецприема Просто 350 тысяч Стандартный урон в обычной сборке У Кенши Ронина Это прикиньте, как можно разогнать этот урон Эх, зараза, истощит меня Да Надо блокировать Вот видите, сейчас у меня идет усиление Я могу нанести сейчас больше урона, чем обычно То есть видите, 122 тысячи Здесь у меня тоже с базиков идет больше урона Плюс еще можно еще сильнее прокачать атаку Ронинам Если выйдет какая-нибудь команда Которая слаба против Ронинов Я не помню точно какая, но какая-то есть Здесь в этом плане всегда То есть определенный отряд наносит больше урона Определенному отряду Но при этом этому же отряду наносит больше урона Какой-то другой отряд Это именно если вот считать Такие отряды, как Отряд Черного Дракона Холодной Войны Вот Ронины Ужаса Круготени Они вот все Сильны против кого-то одного Но слабы против кого-то другого Это было нововведением Версии 2.0 Добавленным О да Просто одну ком Так Я не мог отжать блок Мне повезло, что сейчас Кану не Не сработала пассивная способность Кану на Увеличенный урон Господи Так, на, получай Короче 317 тысяч Но почему-то вот урон Очень сильно разнится у Ронина То есть он может нанести 317 350 368 И вот так вот Я не понимаю от чего это зависит Потому что ты всегда набиваешь Один и тот же процент урона В мини игре Дополнительной Но урон всегда вылетает разный Там какой-то разброс есть И непонятно с чем он связан Может, конечно, в пассивке написано Просто я уже тысячи лет ее не читал И типа Может, это как-то объясняется там А может быть, это именно Не какая-то неоговоренная фича А? Че, есть иммунитет к критам Но нету иммунитета к смертельным, да, Кенша? Вот тут я даже блок не успевал поставить Да, блин, я отпустил блок А он успел накопить себе на первый спецприем Еще и, блин, не пробился у него блок, по-моему, да? Угу Господи, как же они любят спамить первыми спецприемами, конечно, противники Все, до свидания Давайте переходить к следующему отряду И это, как я говорил, учитывая, что Кенша 50 уровня Девятого слияния даже не максималочки И при этом от него уже такой дикий урон вылетает Это жесть Так Возьмем с вами Ниндзицу Скорпа Возьмем с вами Скорпиона Порождения Ада Ну и, соответственно, хотелось бы взять Скорпиона МК-11 как основного дамагера Я бы ему сейчас еще добавил этого Небольшого снаряжения... Немного снаряжения на урон Так Я думаю, по стандарту пойдем То есть стандартная сборочка, как и на Роне не было А потом уже под конец Возьмем немножко Другую эту Сборку на босса А потом уже пойдем тыкать противников за Квана и за Саб-Зиром Правда, я после того, как пройдущие 100 башни, мне надо будет сделать пару дел Отойти Как раз поставлю телефон на зарядку Пусть он немножко зарядится Процентов там хотя бы на 30, на 20 И как раз после этого я вернусь И мы с вами допройдем Но для вас, как обычно, пройдет всего секунда И Джейсона мы тоже убиваем сразу Потому что у него Метка смерти сработала Когда убил Джонни Кейджа Ну а Скорпиона МК-11 Из-за того, что он 10-го слияния Будет урона идти еще больше, чем от Ронина Кенши Да и сам по себе Скорпион быстрее, чем Ронин Кенши Вообще, конечно, Скорпиона МК-11 не жаль Они сначала выпустили Скорпиона МК-11 Такие Это будет одним из самых сильнейших персонажей В игре И так оно и оказалось, по сути И потом они такие Блин, он слишком сильный, надо нерфить И нерфит его уже какое обновление Все, то сначала ему это уберут То другое То четвертое То пятое То забагает он То еще какая-то тема происходит И так постоянно Оставьте вы в покое же бедного Скорпиона Пока вы его совсем не загубили А лучше верните нам того старого Который был изначально С зажимами у стены С Более высоким уроном от напрыжки И который может добить противника А то так Скоро Скорпион потеряет свое первенство В персонажах Не знаю как сейчас Потому что Мало у кого есть Рейн И Люкан Десятых Слияний Также какой-нибудь там Ну Псайбот Но Для меня Лично для меня Вот из тех персонажей Которые у меня есть Я бы наверное поставил На первое место Либо Скорпиона Либо Люкана Вот Это наверное два таких персонажа Которые самые сильные в игре Ну и на третье место Можно еще определить Какой-нибудь там Джейт МК-11 Но Скорпион и Люкан Вот классический Я бы их назвал Одними из самых сильных в игре Для меня это чисто Скорпион Потому что я уже привык К его боевке И Люкан у меня не Десятого слияния А Скорпион десятого Поэтому я за Скорпиона Гораздо чаще играю А ну еще Еще на третье место Вместе с Этой Наверное нет Даже Джейт я бы поставил На четвертое место А на третье Я бы поставил Джонни Кейджа Ударной группы Ибо он тоже Весьма хорош В этом плане Хоть и по статам Он достаточно Такой посредственный Персонаж То есть у него не так Чтобы много атаки По статам Но показывает Он урон очень высокий И при этом Отличная быстрая боевка Истощение Блокировка смены По-моему Или спецприемов Я точно не помню Большинство игроков Которые вот играют Достаточно долго И у которых есть Перцы десятого слияния Это же Скорпион Люкан Джонни Кейдж Они вот Они вот именно Между этими Трями персонажами Расходятся Кому-то больше нравится Джонни Кейдж Кому-то Скорпион Кому-то Классический Люкан Можно еще В эти персонажи Отнести Рейда На Инжастис 2 Многие тоже считают Его одним из сильнейших Персонажей в игре Из-за неблокируемости Всех его спецприемов И бешеной возможностью Разогнать урон От этих спецприемов Так Ну и давайте Мы на последний бой Немножко заменим Снаряжение Персия Нам здесь криты Ни к чему Поэтому возьмем Кровый домогавка Криты заменим На урон от рентгена Повышенный Так Поехали 184 тысячи Здоровье не проблема Мы должны нанести Примерно 290 Почти 300 тысяч урона По этому рентгенам Точнее не рентгенам А фэтлблоу Поэтому давайте Просто завершим Здесь через Фэтлблоу Матч И сейчас Я отойду Буквально Как я и говорил На несколько Там минут На 20 На 30 И пока У меня зарядится Телефон Как раз Для последней башенки И мы продолжим Но С вами Я увижусь Буквально Через Не знаю Там пару секунд Только сначала Заберем награды Так что Сейчас Увидимся Через пару секунд Я подойду Так Собственно Я здесь И мы с вами Продолжаем У нас Осталось пройти Последнюю башню Здесь у нас Должны быть Сабзиры Чи И Куанчи Поэтому я возьму Наверное Просто Сабзиры МК-11 А дальше Буду добавлять Там Других Сабов И Куанчи Можно даже Сделать сортировку По Имени Но я Наверное Пока вот так Вот добавлю И также Возьму Еще Кого-нибудь Из Сабзиры Сабзиры Где Буква К К К К К К К К Возьмем Сначала Саба Серебряного И К К К К Ну и Погнали На Первые Три Боя Возможно Конечно Стоило Взять Какого-нибудь Другого Саба Для Прохождения Боев Потому Что У этого Саба Нету Пробоя Блока С Базовых Атак Но Есть Небольшой Шанс Заморозить Противника Через Блок То есть Ударяя Прямо В блок Ну Посмотрим Если будет Особо Душно За МК 1 Саба Я поменяю На Кого-нибудь Другого А если Будет Норм Будем Играть За Саба Как видите Урона У него Более Чем Достаточно Чисто Я даже Завершающий Комбо Удар Не провожу Просто Делаю Три Базовые Атаки Уже Минус Перс По сути Конечно Конечно Же Блин Ты Не дашь Мне даже Выйти Из этого Состояния Либо защиты Либо избиения Бесконечного Гребаный Джонни Кейдж Как же Он мне не нравится Вот этот Дублер Ему Еще Просто Продлили После Обновы Длительность Оглушения Противника Не знаю Зачем Это сделали И так Было Долго Они сделали Вообще Капец Какой Долго Чтобы Джонни Кейдж Дублер При выходе В бой Успевал Провести Там Две Комбинации И Обязательно Накопить Себе На первый Спец Прием Хотя Раньше Можно было Поставить Блок Ну Гораздо Раньше Что Логично Но В остальном Конечно Сап Достаточно Неплох То есть В плане Нанесения Урона Если Противник Тебя Не атакует А ты Атакуешь Что Он Очень Даже Неплохой Дэмэдж Может Нести Блин Вот эти Блокировки Конечно Так Особый Добивающий Пошел О Кстати Даже На труп Саб Зеро Накладывается Этот Как Он Называется Даже На труп Саб Зеро О Отлично У нас Сработал Этот Как Его Называется Метка Смерти За счет Чего Мы Можем Сейчас Достаточно Просто Развалить Всех Истальных Кстати Я вот Не помню А склончи Женет Среди Серебряных Да Там Ермак Да Да Там Ермак Там Не Кончи У меня Что Знаете На секунду На долю Секунды Почему То Показалось Что Есть Серебряный Кончи Не знаю С чего Это У меня Так Такие Мысли Появились Наверное Чисто Из-за Ермака Потому что Они Как-то Были Связаны С Ермаком В какой-то Из частей Мортал Комбата И по сути Тот и тот Души Собирают Вообще Персонажи Как минимум Три Которые Собирают Души Это Ермак Это Даже Нет Даже Четыре Шинок Ермак Куанчи И Этот Шансунг Ну Возможно Кто-то Еще Есть Может Частично Шао Кан Но Шао Кан Он Не Именно Сам Собирал Души Он Для Своей Армии Что Ли Собирал Души Возможно Есть Еще Какие-то Персы Которых Я Просто Не Помню Которые Еще Души Собирали В Мортал Комбат Эх Не пробил Блок К сожалению Не пробило Как сказать Не заморозил Противника Через блок Ну ладно В принципе Так тоже пойдет Добиваем противника Через второй Но он достаточно быстро Все равно выносит То есть Буквально 18 секунд Проходит матч Но это пока Начальные бои Посмотрим Как будет дальше Как будет в боях С ограничениями И так далее И тому подобное Пока что Сап Не идеален Конечно Но не так Чтобы я бы Сказал Плох Даже В этом плане Давайте мы Заменим С вами На Сабзир Теперь уже Персонажей Сабзиры У нас Не так Сильно Прокачены Как Скорпионы Поэтому У нас Есть еще Слабенькие Именно Давайте Возьмем Вот этого Давайте Возьмем Вот этого Сабзира Но Сабзир Их меньше Чем Скорпионов Поэтому Стоит Учитывать Что Нам Больше Душ Придется Потратить Ибо Сабзир По-моему В игре Всего Штук Восем Или Девять Если Я не Ошибаюсь А Скорпионов По-моему То ли Десять То ли Одиннадцать То есть Скорпионов Больше всего Копий В игре Скорпионов На бонус К здоровью Нам особо Не нужны Будут Под Конец Лучше Взять Каких-то Алмазных Как мне Кажется В этом Плане Ну да Здесь Я не могу Ничего Сделать Противник Меня Просто Прессует В этом Плане Да господи Этот Пролаг Не дает Мне Провести Комбо Все Минус Один И сабов Но мы Сейчас Пользуем С вами Второй Спец Прием Только Подойдем А то Можем Промазать Вторым Было бы Не очень Красиво Но в основном Как я и говорил Мы будем играть С вами Именно за Саб-Зиро Холодной Ой С МК-11 Можно и за Холодной Войны Кстати Сыграть Тоже Но он у меня Еще не Десятого Слияния Был бы он Десятого Слияния Может быть Я бы Его Взял Ибо У него Два Завершающие Комбо Удара В отличии От Сам-Зиро МК-11 И У него Больше Более Больше Ударов Серия Атак По-моему Либо Ударов Столько Но они Быстрее Быстрее Восстановление После Комбо Идет За счет Чего Он Реже Получает По лицу В отличии От МК-11 Но урона Наверное Конечно У Саб-Зиро Холодной Войны Будет Поменьше Чем У МК-11 На Десятом Слиянии Но это Компенсируется Его Более Приятной Боевкой В этом Плане Так Особый Добивающий Это В некотором Вроде Хорошо Потому что Позволяет Нам Накопить Силу Но это Вообще Был Легкий Бой Тут На него Ушло Буквально Секунд Десять Двенадцать Но тринадцать Ладно Достаточно Быстро Завершили Идем С вами Дальше Чувствую Башня Будет Нам Не особо Проблемной И мы Достаточно Быстренько Пройдем Так Три с половиной Окей Сегодня День Такой Знаете Загруженный Очень Много Надо Всего Сделать Сейчас Быстренько Пройду Испытание И пойду Дела Еще Делать Разные А если Вечером Еще и Башня Появится То Надо Будет Как-то Побыстрее Пройти Сегодня Успеть Тоже На запись Я имею ввиду Фатальную Башню Эденийскую И учитывая То Что Было Какие Боссы Были В Обычной Денейской Башне Представляю Что Там За Ужас Будет Фатальной Так Ну Поехали Так Ну Рептили Меня Особо Не Пугает Он Достаточно Такой Тоненький Поэтому Его Очень Быстро Ушатываем Опять же Максимально Быстрый Бой Да В этот раз Даже На одну Секунду Быстрее Удалось Пройти Но Противники Были Слабенькие Вот Именно Поэтому За Сабзиру И неплохо Играть Так же В испытаниях Он Как Боец Основного Боя Даже Без Блок Брейкера Отлично Справляется Если У него Есть Наручи Десятого Слияния Да Даже Если Нет Наручи Все равно Десятого Слияния Все равно Достаточно Неплохо Себ Показывает Давайте Заменим В очередной Раз Отряд Я хочу Сейчас Взять Наверное Давайте Возьмем С вами Сабзиро Вот этого И Сабзиро Вот этого И надо Посмотреть Сколько Урона У Куанчи Да У него Больше Чем У этих Двух Скорпионов Поэтому Мы его Ставим На Финальные Бои То есть Финальный Отряд Который У нас Будет Проходить Грубо говоря Вторую Половину Башни И Которым Будем Восстанавливать Энергию За души Это Будет Куанчи Это Будет Сабзиро Куанчи Чернокнижник Точнее Сабзиро Холодной Войны И Сабзиро МК-11 Так Ну поехали На следующий бой О Два раза Наручи Сработали В этом Мне повезло Конечно Вот Здесь Неприятно Конечно Из-за Того Что У него Кудзинь В отряде Он получает Силу Дополнительную Но все равно Достаточно Быстро Мы прошли Чуть дольше Чем Предыдущий Конечно Матч Но все равно Неплохо Я думаю На Двух Других Бойцов То есть На того же Куанчи И на Сабзиро Холодной Войны Я надену Какое-нибудь Снаряжение Чтобы им Было Проще Сражаться Если Вдруг Какая-то Соня Комбат Кап Будет Или Тремор Но Душ Душ Восстановление Подойти И только Потом Прожать Второй Спец Прием Я Особо Не Целюсь На Процентажи И не Пытаюсь Сделать Крэшинг Со Второго Спец Приема Потому что И так Урона Хватает А крэшинг Он просто Дольше По анимации Мы бы Так Дольше Проходили Бои Если Я Во-первых Целился Тратил На Это Несколько Секунд Или Доли Секунды И При Этом Еще И Крэшинг Сам Был бы По анимации Дольше У нас Было Более Медленное Прохождение В этом Плане Так Ну Поехали Победите Пока Время Не Стекло Все Дела Окей Так Ну Джейсона Мы Быстренько Сейчас Запинаем Да 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 Джонни Кейдж Да 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 Давай Домой Отправляйся Так Ну И Сейчас Нам Надо Будет Выставить Уже Финальный Отряд По сути Своей Из Последних Персонаж Среди Куанов И Саб-Зир Поэтому Давайте Быстренько Промотаем К Саб-Зир Чам У нас Остался Последний Это Холодной Войны Саб-Зира И Куан-Чи Нам Еще Нужен Так Сейчас Я Промотаю Так Вот Куан-Чи Ну И Давайте Заодно Я Надену Снаряжение На Персонажей Сосульки Конечно Неплохо Может Даже Стоит Их Оставить Но Я Не Уверен Так Мне Здесь Надо Взять Сейчас Пробой Блока Я Наверное Револьверы Возьму Да Я Наверное Знаете Даже Сосульки Оставлю Пусть Будут Хотя Блин Нет Я Штык Хочу Ничего Не знаю Хочу Штык Типа Сосульки Конечно Неплохо Но Они Увеличивают Урон От базовых Атак Но Криты Здесь Все Так Сборка У нас На Криты На Саб-Зира Поэтому Почему Не взять Эту Шнягу Так Ну Здесь Я Возьму Наверное Маску Джейсона Так Как Шлем У нас Уже Занят А Вместо Пробой Блока Возьму Ржавую Бензопилу К примеру Ну И Все Таким Вот Составом Будем Двигаться С вами До Самого Конца Башни Я Думаю Поэтому Поехали Продолжаем Так Поехали Против Нас С вами Рейден Темный Дальше Добиваем Шинока Но Пытаемся По крайней Мере Господи Какой же Он Быстрый Временами Бывает Ну И Сферно Скорпиона Я думаю Забьем Так Через Спецприем 2 Поехали Дальше Можно Можно Конечно Взять Допустим Саб-зир Того же Как его Холодной Войны И за него Тоже Играть Вместо Саб-зир МК-11 У него Тоже Будет Очень Много Урона Тем Более С такой Сборкой Накрытые Но Пока Меня В принципе Устраивает МК-11 Сабыч Поэтому Да О Кстати Саб-зир Круга тени Было бы Кстати Неплохо Его Вкачать Себе На Десятое Слияние Чтобы Получить Отряд Круга тени Скажем так Хоть Немножко Прокаченный А то я Пока За круг Тени Не особо Могу Играть В этом Плане Ну Люкан Блокирует Спецприемы А вот Здесь Кстати Из-за Люкана Может Пригодиться Нам Саб-зир Холодной Войны Как раз Таки Вот Видите Уже Не зря Надел На них Снаряжение Буду Их Иногда Использовать В таких Ситуациях Если Они Еще Будут Или Там Если Соня Будет Комбат Кап Либо Будет Тремор Опять же Который Будут Выводить Других Персонажей У меня На поле Боя Давайте Чисто Ради Разнообразия Проверим Как себя Будет Показывать Саб-зир Холодной Войны А то Тридцать Боев Играть Чисто За Одного МК-11 Саб-0 Тоже Такое Себе А так Хоть Какое-то Разнообразие Будет Хотя бы Разочек Сыграть За него Ну Как видите Урона Тоже Достаточно Я Случайно Нажал Второй Хотел Первый Вообще Использовать Ой Я отпустил Блок Из-за Пролага Опять же Ну Начинается Мне кажется Что с Аб-зиром К-1 Все-таки Немножко Лучше Даже У него Есть Особые Завершающие Комбоудары У него Есть Увеличение Урона От базовой Атаки У него Есть Заморозка При ударе В блок Но у него Нету Пробоя Блока В этом Конечно Минус Но Опять же 5 миллионов Тысяч Наряги Ты не Поставишь Всего Слота 4 Давайте Воснуем Энергии Пойдем Сами На следующую Битву Опять Достаточно Изевая Команда У противника Наверное Немножко Еще Поиграю За Холодной Войны Сабыча А потом Сменю Снова На МК 11 Ну Просто Чтоб Не Задалбываться Все Время Играть На одном Саб Зеро Поехали Блин Почти Добил Видите У него Более Приятные Комбо И Шинок Не Успевает Меня Ударить Ну Я Не Думаю Что Она Выживет Даже Несмотря На То Что Блок Поставила Да Урона Очень Много От Второго Спец Приема И Через Блок И Через Блок Хоть И Саб У Нас Не Десятого Сли Ни А Только Девятого Но Урон Все равно Уже Почтенный Такой Давайте Наверное Еще Пару Матчей Сыграем За Сабыча Холодной Войны А потом Наверное Снова На МК 11 Перейду Так Ну Поехали Коль Не Шутите Ну Нарисован Он Конечно Красиво Прям Такая Моделька Четкая Не 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 Давай Без Этой Фигни А вот Кстати О чем Я и говорил Да Соня Комбат Кап Интересно Хватит ли Мне урона От первого Спецприема Чтобы Ее Добить Да Хватило Еле Еле Правда Но Хватило Блин Офигенная Кстати у него Насмешка Из Хэллоуинского Дополнения Скажем так Ну не Хэллоуинского Дополнения Хэллоуинских Паков Подвигов Это Разве Наверное Единственное Ради чего Стоит Открывать Паки Подвигов Чисто Ради Хэллоуинских Насмешек Значков И так далее Которые Ты не Выбьешь Прокачав Перса Никаким Образом То есть Именно Хэллоуинская Тематика В виде Дополнительных Каких-то Штучек Дрючек Она Выбивается Как раз Таки Из Наборов Сейчас По-моему Хэллоуинские Карточки Насмешки Падают С Обычных Наборов Раньше Был специальный Набор Который Стоил Два Раз Дешевле И Появлялся В игре Пару Раз Всего Он Включал В себя Как раз Таки Повышенный Шанс На Выпадение Хэллоуинских Карточек Не знаю Почему Разработчики Не стали Его внедрять Снова Потому что Он был Прикольный Набор Честно Говоря А теперь Хэллоуинские Карточки Стало Выбить Гораздо Сложнее В этом Плане В некотором Роде Он даже Быстрее Справляется Вот этот Саб-Зиро Холодной Войны Чем МК-11 Может мне Ещё За него Поиграть Как думаете Давайте Ещё Поиграем Почему бы Нет Чисто Ради Разнообразия Чтоб Только За МК-11 Не играть А Играть За Двух Хотя бы Персонажей Из трёх Поэтому Я наверное Ещё За него Поиграю Может быть Ещё Матчи 6 Или Типа Да Давайте Поиграем За него Ещё 6 9 Матчей То есть Чтобы Просто Не знаю Там Пол башни Хотя бы За него Пройти А потом Снова Может Будет Переключиться На Скорпиона МК-11 А то я Каждый раз Играю за Скорпиона МК-11 Очень часто В испытаниях Субтитры Субтитры Так, поехали дальше Серерию Такеда, кстати, на насмешки вообще забил То есть Я их даже не смотрю, не собираю Вообще не помню о том, что они есть Уже фиг знает сколько времени Единственное напоминание о них Это вот в конце матча вот эта штука Типа подвиги, да, прикольно качать Но в основном ты подвиги качаешь не ради насмешек И этих стоек боевых И карточек разных А по большей части ради Прокачки статов персонажей То есть дополнительный бонус к хп К здоровью, к атаке К критическому урону, к смертельному удару И так далее К стойкости, там, может быть К восстановлению Так, воскрешает его Кванчи Давайте сразу добьем Джеки И добьем Сабзирыча Ой, Кванчи Знаете, кстати, такая прикольная тема Что против Ханзо Хазаши Тебе дают именно Сабзир и Кванчи Это прям, знаете, такая отсылка на Историю Мортал Комбата На, как это сказать На сюжетку На легенду Мортал Комбата Типа же Кванчи подговорил Скорпиона Убить Сабзир Сказал, наврал ему то, что это именно Скорпион убил Сказал, что именно Сабзир Убил клан Скорпиона Скорпиону самому И поэтому Скорпион Типа ему отомстил Убил его в итоге У них там много боев было Примерно у них поражение И побед было поровну Поэтому непонятно На самом деле С точки зрения Кто сильнее Сабзир или все-таки Скорпион Потому что По официальным боям То есть, когда они сражались Типа по сюжетке У них было примерно Одинаковое количество Побед и поражений Если мы именно возьмем Битвы, особенно не Младшего и старшего Сабзиро, да Ой, не младшего Не младшего Сабзиро И Скорпиона Именно Старшего Сабзиро И Скорпиона Потому как Младший, по-моему Сабзиро С Скорпионом особо не сражался Ну, то есть Может, когда-то Что-то там и было Но это Не такие Прям такие Острые сюжетные битвы были На самом деле Я в истории Мортал Комбата Очень жду боя Именно старшего Сабзиро Который уже погиб И переродился В Нуба Сайбота И Скорпиона То есть, прикиньте Как было бы клево Если бы Вот именно Старший Сабзиро И Скорпион Который его убил По итогу Сначала Это по сути Как все было Секундочку Я точно не помню Лор Самого Мортал Комбата Но, по-моему Там было что-то Вроде того Что Куан-Чи Как-то там Вырезал Клан Серерю Да И До А, нет По-моему, до этого Еще Скорпион Дрался С Сабзиро Еще до того Как Вообще Это все Произошло Этот конфликт То есть, до того Как клан Серерю Был вырезан Если я не ошибаюсь И Он ему проиграл В итоге Он там попросил Его о пощаде Типа Не убивай меня Скорпион Типа Не убивай меня Сабзиро Пожалуйста И в итоге Короче Сабзиро Его не послушал Нахрен убил его И Скорпион Попал в ад После этого Типа Подговорил Этот Как он называется Ну, Кончи Вырезал клан Серерю И Вернулся в ад К Скорпиону И сказал ему Типа Что Сабзиро Убил весь твой клан Бла-бла-бла Хотя я точно не помню Может быть он убил И раньше его клан Еще до того Как Скорпион Умер первый раз Я просто Как я и говорю С лором Я не очень знаком И всякие вот То есть особую Как бы историю Я помню Да То есть В целом Но вот как именно В некоторых моментах В какой последовательности Происходили события В этом я могу путаться Поэтому если вы Что-то знаете То поправьте меня Я хоть заодно Запомню Если Мне кто-то Расскажет Вот Но в целом В целом История была такая Что типа вот Скорпион Взвратился Типа из зада И пошел мстить Сабзиро В итоге он там По-моему Его один раз победил А нет Он по-моему Сначала проиграл ему Да То есть Когда он вернулся Из зада Он сначала ему проиграл А потом он Два раза подряд выиграл И в итоге Убил короче Сабзиро Или он Три раза подряд выиграл В общем Сначала он Насасывал Сабзиро А потом он Его выиграл И в итоге Добил Убил Отомстил за клан В кавычках Потому что на самом деле Сабзиро не убивал его клан И это сделал Кончи Ну и Нубсайбот Потом уже Спустя какое-то время Появился Типа Как воскрешенный Сабзиро Как новая его личность Ну и Начиная с того момента Как в игре Появился Нубсайбот Уже не было Каких-то сюжетных Драк Сабзиро Снобом Сайбот Ой Скорпионом Снобом Сайбот Так Здесь первый Пошел Но по итогу Вот если там Посчитать Все эти бои То есть Когда дрался По сюжету Сабзиро С скорпионом То у них Примерно Одинаковое количество Побед и поражений По сути Сначала Сабзиро Убил Скорпиона А потом Скорпион Убил Сабзиро В итоге А не два Этих Два воскрешенных Чувака Грубо говоря Но потом Правда Сабзиро Старшего Заменили На Сабзиро Младшего И уже Как бы Не объективно Сравнивать Получается Битву С Этими Двумя Сабзирами Точнее Сабзиро Младшим Скорпионом Господи Я запутаюсь Сам Чувствую Рассказываю Вам Это все Поэтому Я наверное От Мортала Компота Жду Самый ожидаемый Мной бой Это именно Возвращение Вот этого Противостояния Скорпиона И Старого Сабзиро Старшего Который Сейчас В игре В виде Нубосайбота Представлен То есть Нубсайбот Против Скорпиона Это был бы Опичный Сюжетный бой Как мне кажется Офигенный Очень интересно Узнать Кто бы В первый раз Победил В этом бою Возможно Потом были бы Реванши Либо вообще Все закончилось бы Ничьей Это было бы Прикольно И это бы Заодно Открыло Животрепещущий Среди Фанатов Вопроса Кто все таки Сильнее Сабзиро Или Скорпион Потому что Сравнивать Ну сейчас Силу Сабзиро Младшего И Скорпиона Это уже Некорректно Будет Потому что Ну началось то Именно все Среди Скорпиона И Сабыча Если конечно По первому По первой битве Вообще Сравнивать То конечно Сабзиро Выиграл Скорпиона В начале Но опять же Скорпион Потом Его Выиграл После того Как Воскрес После того Как они Провели Еще Несколько Поединков Он там Пососал Немножко И потом Выиграл В итоге То есть Я точно Не помню Но было Либо Две победы У того и другого Друг перед другом Либо Три победы У того и другого Друг перед другом Мне казалось Что было три Но вот сейчас Вспоминая Все бои Я что-то Не припомню Третью битву На самом деле Не Когда Сабач Победил Ни когда Сабзиро Я вот Помню Две точно То есть Два поражения Сабзиро И два Поражения Скорпиона То есть Один раз Когда Скорпион Умер А второй раз Когда он Попытался Отомстить Но Сабзиро Типа Сказал Не У тебя Не получится Ты лох И Типа Победил А второй раз Когда Скорпион Сначала Избил Сабзиро А потом Уже Убил Насколько Я помню Первый раз Ему вроде бы Не дали Отомстить Я не помню Как это Произошло Что ему Не дали Но И вот Еще интересно Конечно Что по сути Сабзиро Есть же В игре Такой персонаж Как Сабзиро Ревенант Он же Сабзиро Круга тени Если Сабзиро Воскрес В виде Ммм Ну Басайбота То кто Такой Блин Мать Вашу Сабзиро Призрак Он же Сабзиро Круга тени Он же Сабзиро Ревенант То есть Там разработчики Конечно В сюжете Налажали Там Разные Временные Линии Разные Типа Вот эти Штуки Дрюки Но Если Брать Именно Оригинальную Хронологию То Вот Как я Говорил По две По две Или По три Победы У каждого Ну то есть Равный Счет У них И тот Того Убил Два Раза Или Три Раза И тот Того Убил Два Или Три Раза Ну не то Что Убил Именно Победил Если Мы Говорим Типа Об исходе Боя Убил 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 Друг 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 Всего По Одному Разу Потому Что Дальше Это Что Убивать Уже Мертвые Они Уже Воскресшие Ну а знаете Мне даже Больше Нравится Играть За Саб Зеро Холодной Войны Чем За МК 11 Ну Тоже Задалбывает Знаете Так Постоянно За одного И того же Перса Играть Ну а Пробил Блок А Можно Сейчас Добить Нельзя Да Ну ладно Ну Начинается Начинается Давайте мы Сразу Тогда Первый Бахнем Ну все Это Труп Что я могу Сказать О Бруталити Удалось Мне все Таки Сделать Бруталку За Саб МК 11 Хоть Это Достаточно Сложно Сделать Без Пробой Блока И Всего С Одним Добивающим Комбо Ударом Это Такая Знаете Трудная Задача Бывает Так Давайте Восстановим Энергию Еще раз И пойдем С вами Уже На финальные Бои Ну и Сейчас Бо Я хотел Поиграть Уже За МК 11 Абзиром Хотя Нет Я наверное Поиграю Еще немного За Холодную Войну Давайте Давайте Немножко Еще Буквально Там 2-3 Боя Сыграем За Холодную Войну Саб Зиром Да 2 боя Сыграем За него А потом Уже Будем Играть За МК 11 Чисто Тогда у нас Получается Будет По 15 Боев На Саб Зиро МК 11 И по 15 Боев На Саб Зиро Холодной Войны Разнообразие Вот это вот Так Ну поехали Блин Кенши Конечно Старший бог Не очень Приятный Противник Ибо он Не получает Урона От критов Но мы можем Вот через Первый Спецприем Вот так Вот запрессовать Нанеся Основной Урон В этом Плане До свидания Изи Бризи Лимончик Сквизи Я не помню Кстати Откуда это Пошло Вообще Изи Бризи Лимончик Сквизи Это С английского Языка То есть Изи Бризи Лемон Сквизи Но я Я не помню Откуда Это Пошло Это Какой-то Очень Очень Старый Там Не знаю Может быть Даже Измеряющийся В Как сказать В пятилетиях Десятилетиях Вряд ли То есть Я не думаю Что ему Больше Двадцати лет Этому Приколу Но Достаточно Много По-моему Так шутили Еще лет Пятнадцать Назад Поговорка Точнее Такая Была Ну Или Десять Как Минимум Так Поехали Да Блин Ну Чуть Чуть Не хватило Добить Его О Началось Блин Почему Всегда Кончи Выходит Блин Еще Пролаги Вот Эти Вот Они Мне Комбо Ломают Ну Я Ее Сейчас Уже Не Добью То есть Я В предыдущий Раз Ее Добил Потому Что Она Была Более Низкого Слияния Сейчас Мне Кажется Мне Просто Урон А Нет Смотрите Хватило Можно Мне Сабыча Спасибо Блин Это Еще Приколюха Рейна Ну И Добиваем Через Базовые Атаки 30 Секунд Я Подракну Этот Бой Тем Временем У У нас Уже Бои Идут По Два Боя Скажем Так Да Ой По Какие По Два Боя Че Несу Уже Башка Плавится Имел Ввиду По Одной Минуте Идут Бои Ну И Теперь Давайте Уже Будем Завершать Башню За Именно Скорпиона МК Ой Вот И Сабзир МК 11 Надо Будет Кстати После Этого Боя Запись На всякий Случай Проверить Пишется У меня Или Нет А то Знаете Иногда Программа Записи Может Все Вывести Неадекватно И Просто Вырубится Посредине Ролика У меня Из-за Этого Пропадала Куча Контента Иногда Но Не куча Но Я Вовремя Обычно Замечал Но В том же Геншине Да Или В Мортал Комбате При битве С боссов Иногда Я даже Пропускал Таким образом Бои с Боссами На записи Не попадали В итоге Самое Интересное У меня Всегда Исчезало В этом Плане Так Давайте Сразу Крэшинг И Поэтому Чтобы Это Не пропадало Хотелось Бы Это Проверить Запись На всякий Случай О Особой Добивающей Я могу Его убить Сейчас Заваншотить Просто Но Нет Урона Немножко Не хватило Ну Я думаю Тут Сосульки Даже Через Блок Его Добьют Да Как Я и думал Так что Сейчас Я Быстренько Наверное Запись Проверю И мы Продолжим Отыгрывать Последние Три Боя Так Короче Я проверил Все Записалось Все Хорошо И у нас Фулл Отряд Круга Тени На 28 Бою Удивительно Обычно Там Фулл Отряд Алмазных Персонажей Идет На 29 Бою А здесь Почему-то На 28 Он уже Есть И Скорее Всего На 29 Тоже Будет Какой-то Фулл Отряд Алмазных Персонажей Но тут Главное За одну Минуту По времени Успеть Всех Развалить У нас Для этого Есть Как раз Снаряга На других Персах Чтобы Если Сап МК 11 Не успеет Или Будет Слишком Много Отхватывать Всяких Спец Приемов От противника Мы Смогли Бы Переключиться На другого Сап Зеро И Добить За него Так Уже Неплохо Что Пошел У нас Интересно Будет он Использовать Первый Спец Прием Нет Не Захотел Ну ладно Тогда Я использую Второй Даже Крэшинг Сделаем Покажу Вам заодно Анимацию Нового Крэшинга Он Он Теперь Не Приближает Так Сильно Именно У Саб Зеро И Смотрится Как-то Более Антуражно В этом Плане Из-за Этого Так Еще Один Фалмазный Отряд Люкан Классический И здесь Кстати Нам Как раз И Понадобится Саб Зеро Холодной Войны Чтобы Когда Люкан Отключит Спец Приемы Мы Могли Использовать Спец Приемы Другого Персонажа А не Тыкать Базовыми Атаками Бесконечно Активную Цель Хотя Можно И базовыми Атаками Затыкать Если Тайминги Правильно Выдерживать И спец Приемы Никакие Не Понадобятся Атака Испытание У нас Практически Пройдено Нам Осталось Только Этот Отряд Победить До Босса Завалить И Испытание Будет Завершено О Особый Добивающий По Красоте Давайте Сразу Сменюсь На Саб Зеру Холодной Войны Чтоб Добить Рейдена Так И Снова Меняемся На Саб Зеру МК-11 У него Урона Просто Побольше С руки А Спецприемы И там И там Золочены Плюс У него Быстрее Спадет Блокировка Спецприемов Чем У Саб Зеру Холодной Войны Так Получаем С вами 15 Тысяч Монет Почти Кстати Я накопил Нужную Сумму До 10 Лямов Но Немножко Мне Не хватило Хотя Может После Боя А Нет Я Вряд ли Или Или Хватит Не знаю Сейчас Посмотрим Может После Боя С Скорпионом Ханзу Хазаши У меня Как раз Будет Ровно 10 Миллионов Того Глядишь Мне кажется У меня Будет 9 9 9 3 Девятки Кверху Ногами Кончи По Одними Золотыми Рогами Окей Поехали Главное Сейчас Чтобы У меня Сабзиро Не отлетел У него Кстати Рожа Горит У Скорпиона Ну и Давайте Через Второй Спец Прием Добьем Противника Здесь Даже Другие Персы Не Понадобились По Итогу Да Даже Несмотря На то Что Несмертельный Некритический Удар Не сработал Все равно Урона Хватило Поэтому Собственно Изи Бризи Было Легчайшее Ну и Давайте Заберем Свои Награды Финальные И будем На сегодня Пока Заканчивать Да Мне кажется Мне хватит Да Да Мне хватит Я сейчас Получу Повторно Еще 27 Тысяч Монет И у У меня Будет Больше 10 Лямов Чистая Победа Да Поздравляем Старший Бог Я уже Столько раз Читал Что Мне Просто Влом Еще Раз Читать Да 10 Лямов Отлично 10 Лямов И 4400 Почти По душам Надо Быть Еще Посмотреть Экламу Сегодня Получить Души Поставить Задание На 8 Часов Потому что Мне надо Ити Сейчас Ну в общем Сейчас Я это Сделаю С вами Буду Уже Прощаться Вам Фатально На этом Все С вами был Ник Пока Пока Пока